шалом дорогие друзья во первых я хочу поблагодарить здесь студии oasis где сейчас я нахожусь за приглашение рассказать или поделиться своим свидетельством второе хочу поблагодарить также раввина это общины леона мазина за гостеприимный прием здесь вообще не шави цио и хочу благословить чтобы господь благословил вас в дальнейшем вашей работе вашем труде на этом непросто поприще поприще служить и приносить очаг иешуа в каждый дом в каждый еврейский дом жизнь которую мне бы хотелось рассказать действительно связано с тем что приходилось и мне и моему брату близнецу евгению встретиться однажды всемогущим богом израиля богом который благословлял нас с детских лет и мы это чувствовали мы действительно это чувствовали потому что благодарность том что мы познакомились с ним можно прежде всего отдать нашей маме которая может быть в тайне от нашего папы который был все таки военный делилась с нами и говорил о том что существует всевышний который сотворил небо и землю и она с детских лет она вкладывала в наши сердца и в наш маленький разум что существует тот кто является творцом всего может быть не придавая этому значению мы росли с нашим с моим братом жене и ходили в детский сад в школу как обыкновенные еврейские дети в обыкновенной еврейской семье нас учили правильно одеваться правильно говорить правильно сидеть за столом и приходились такие моменты когда нам даже подмышки вкладывали книги или учебники чтобы мы правильно могли сидеть за столом не раздвигая локти нас учили правильным еврейским манером чтобы мы тихо говорили и тихо общались не поднимали нигде своего голоса но при этом при всем нам всегда говорили что мы могли себя держать корректно и правильно со всеми как и все обычные еврейские дети в обычной еврейской семье но чаще всего чаще всего нам говорили о том что мы не евреи потому что это было страшное слово которое произносилось или которое могло произноситься в нашем доме и всякий раз когда задавался этот вопрос кто же мы родители старались избегать ответа на этот вопрос и уходили от прямого ответа кто же мы потому что когда учились в школе а мы учились на отлично как и все еврейские дети брат женя у меня он был отличником будем говорить так супер отличником в математике физике химии у меня же было все наоборот наоборот я преуспевал в истории географии ботанике женя был в точных науках но в спортивных делах как всегда мы играли в хоккей радовались этому как росли обыкновенные еврейские дети и вот однажды когда нам пришлось переехать в город харьков а так как мы как отец был военный мы не выбирали школу нас привезли эту школу мы однажды услышали как преподаватель истории назвал нас в шутку а может быть прибаутку вот и жиды появились в нашем классе для нас это было конечно немножко и удивительно и страшно и с другой стороны непонятно что же это такое за слово жиды и после школы в этот же день мы пришли и поделились своим новшеством с нашей мамой сказав мама а что такое слово жид мама чуть кастрюлю выровняла из рук и спросила тихим голосом а где вы это услышали потому что мы никогда в жизни когда мы росли в узбекистане мы не сталкивались этим словом а тут приехав на украину в город харьков первый раз мы услышали это слово мама говорит кто вам это сказал ну и женька переглянулись друг на друга и сказали наш учитель истории мама конечно сполошилась и когда пришел папа с работы она говорила костя ты слышал что ты слышал что творится в наших школах наших детей назвали жидами ты завтра должен немедленно пойти в школу поговорить с директором и разобраться разобраться что это такое конечно же папа одел свою форму у нас был подполковник на тот момент и пошел с нами в школу где он пришел к директору и сказал скажите пожалуйста что у нас в коммунистических школах начали говорить о том кто есть или какая национальность у ребенка директор недоумение посмотрел на отца и спросил а в чем дело что случилось и папа сказал моих детей назвали жидами и почему в советской школе в школе которая стремится к коммунистическому открытому какому-то какой-то цели происходят такие слова национального конфликта или плана директор посмотрел нас кто вам сказал это мы говорим учитель истории она тут же вызывает учителя истории в кабинет и сказал какое право в советской школе вы сегодня имеете право вот вы коммунист обзывать детей по национальности тем более таким ругательным словом как жид учитель истории сквозь очки посмотрел на нас и говорит я не хотел их обидеть это было в шутку ну вроде ничего оскорбительного не назвать жид это староукраинское старопольское название жид значит евреи и тогда я услышал мы тогда услышали с братом слово какая разница еврей грузин русский украинец у нас советский союз у нас не делят людей на национальность я прошу вас чтобы вы немедленно перед ними извинились или же вы предстанете на партийном собрании положите свой билет на стол он сказал ради бога простите я не хотел их обидеть и у папы отца вашего прошу прощения простите пожалуйста он вышел весь вспотевший он был красный как рак где директор школы тоже сказала я тоже хочу попросить прощение за эту ситуацию которая случилась вы меня простить но не прошло не менее пяти часов после уроков мы выходим со школы где слышим след смех учеников и крики жиды 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 нам пришлось пролить немного крови и пота и слез чтобы скула доказывать обратно но мы росли это ничего не изменяла ничего не останавливало и вопрос который всегда скрывался в нашей семье однажды всплыл я спросил мама мама а почему мы евреи на что мама сказала мы не евреи мы русские папа вообще из молдавии но конкретно вопрос или ответ на того чтобы кто мы с на самом деле мы никогда не получали и вот спустя многие годы когда мы уже подросли когда нам нужно было брать национальность которая должна была отобразить какую-то национальность в пятой графе она была и высвечивалась мы все-таки решили записаться русскими потому что иначе нам путь военное училище был закрыт а мы мечтали мы хотели стать офицерами как это было с нашим старшим братом и как это было с нашим папой а теперь хотелось бы вернуться к тому что на протяжении всех этих лет мы не забывали о том кому привела любовь наша мама к богу мы всегда искали встречи с ним всегда с братом разговаривали на эту тему и когда была возможность мы ходили посетить или православную церковь прийти постоять посмотреть послушать не понимая что происходит там либо прийти в синагогу где тоже мы абсолютно ничего не понимали но эту встречу бог готовил маленькими шагами шаг за шагом он для нас готовил эту встречу мы поступили военные училища поступили военные училища и опять-таки можно сказать благодаря нашему папе который помог нам на тот момент у которого было очень много друзей потому что папа был на тот момент занимал должность начальник спортивного клуба армии округа он был подполковник и у него было очень много друзей которые помогали ему помогли ему и когда была призывная комиссия начальник училища генерал сурочкин посмотрев на нас с братом задал очень прямой и объективный вопрос уставившись на нас он сказал ребятки а кто вы по национальности нас это бросило в шок мы опять-таки переглянулись жене друг на друга как обычно таким макаром и сказали твердо и четко мы русские на что турочкин улыбнулся ну что ж раз вы русские тогда милости просим в наше училище это был первый шаг с чего начались наши трудные годы трудные будем говорить так моменты в жизни в жизни становления офицерства в жизни становления быть защитником родины потому что мы всегда слышали есть такая профессия родину защищать вопрос только в том где была наша родина четыре года училище промчались и быстро и нудно но за все эти четыре годы в армии нам никогда не приходилось слушать слово евреи или жид потому что кто был в армии тот знает что там когда ты спишь на одной койке ешь тот же самый хлеб и дробь 16 постоянно одни и те же занятия тренировки стрельба все это не дает отвлекаться на что-либо а особенно такую мелочь как национальность тем более что в наших рядах военном училище были узбеки и латыши и литовцы и грузины и украинцы и русские в общем все 15 республик в одном сборе кстати говоря в придачу с еврейскими ребятами я помню что один одним из командиров нашего взвода был такой капитан шапира только спустя годы я узнал что шапира это оказывается самая настоящая еврейская фамилия и вот мы стали офицерами стали офицерами и что говорить наш путь начался очень трудно наш путь начался с нелегких невзгод с трудностей с военных операций и из военных боевых будней это были афганистан это были грузия это были молдова украина за все протяжение за 12 лет в вооруженных силах мне пришлось поменять 6 гарнизон а брату еще больше потому что когда я уволился женя еще оставался в вооруженных силах и вот 92 год 92 год был апрель месяц месяц на который я бы хотел обратить внимание месяц действительно который бог начал вывод меня из египта месяц ниссан именно в этот месяц я вышел из рабства своей жизни из моего египта из мыт из моего митсхаем я вышел из этой земли тогда когда лежал в госпитале в галежал в госпитале у меня было сотрясение мозга и голова страшно гудела была вторая шла вторая неделя в госпитале когда вечером я лежал один в офицерской палате где никого не было рядом я включил телевизор и услышал передачу передачу которая затронула мое сердце передачу вел один из проповедников из финских проповедников который на тот момент проповедовал по телевидению в ссср ханна халка который рассказывал историю одного еврея еврей который прошел этот жизненный путь который жил здесь на земле израиля еврея который единственный на земле имеет право прощать грехи я прислушался потому что всегда меня волновал только один вопрос неужели все люди на земле идут в ад я как-то спросил задал этот вопрос своей маме мама ну если бог такой милостивый почему тогда всех отправляет в ад на что мама сказала потому что все грешны а праведных людей нет на земле ни одного этот вопрос не давал мне покоя дать так даже до тех пор пока я не пошел в православную церковь и лично не задал этот вопрос священнику как сейчас помню это была молдавия город когул куда я пришел в православный храм и спросил его скажи батюшка вот ты священник ты слышишь ты служишь богу он горит да сын мой скажи мне а после смерти ты куда пойдешь на что он улыбнувшись посмотрел на меня и сказал сын мой откуда мне знать бог знает но наверное как и все в ад потому что мы все грешны этот вопрос который я ему задал всегда был в мое сердце а его ответ еще больше убил меня мне стало страшно в душе этот был страх и он не оставлял меня я ему задал повторный вопрос а что мне же делать я не хочу идти в ад он опять улыбнувшись и сказал такова участь каждого мне стало еще страшнее знаете я искал ответ в каких-то забвениях утешение в каких-то временных радостях алкоголь сигареты и всегда думал что это единственное что сегодня есть у человека чтобы забыться и отвлечься от этого вопроса который не давал мне покоя и вот на тот момент когда я лежал в госпитале я услышал что есть тот кто прощает грехи я хотя у меня сильно болела голова сейчас как помню я не стал выключить выключать телевизор я решил дослушать до конца кто же этот кто прощает грехи и когда заканчивалась передача я услышал два слова иисус христос я удивился ведь когда-то я вспомнил когда мне было 16 лет я открыл евангелие который я нашел у своей мамы новый завет я читал про этого парня которого распяли римские войны и которого евреи предали на это распятие я тогда еще подумал вот еще один пример того как не любят евреев вот еще один пример как язычники убивают их его распяли но то что он прощает грехи для меня было чем-то новым и необыкновенным и тогда он сказал что он есть богочеловек что он есть вторая личность троицы вторая личность божества это меня заинтересовало еще больше и и тогда когда он предложил помолиться вместе с ним и просто-напросто повторить молитву за ним который сейчас высветится на экране он сказал я заволновался вдруг сердце моё стало сильно биться не давало покоя чувство что это такое кем я буду что даст она мне но несмотря на все это молитва загорелась на экране я стал повторять и когда я повторил ее какое-то необыкновенное чувство пришло в моё сердце но сверхъестественного что-то необыкновенного и чрезмерно сильного я не ощущал в дальнейшем проповедник про продолжал вам нужно найти такую же церковь церковь евангельских христиан которые откроют вам кто есть на самом деле иисус христос кто есть на самом деле евангельские христиане кто есть на самом деле бог и что есть библия библия а что это я вспомнил про эту библию новый завет который была у мамы но где мне найти этих верующих как я смогу встретиться с ними в госпитале вот здесь в городе самарканде где я тогда служил передача закончилась я выключил телевизор но это чувство чувство того что что-то я сделал такое не оставляло меня а больше все мне не давало покоя где же я найду этих верующих и и с этим чувством я уснул и рано утро когда я открыл глаза рассвет едва забрежил в мое окно я вдруг увидел что на тумбочке что-то лежит я сегодня задаю этот вопрос себе и богу кто положил мне в тот момент на тумбочку в офицерскую палату маленький трактатик на котором было написано посетите служение евангельских христиан баптистов в нашем городе мне этот вопрос не дает покоя по сей день хотя ответ в нем однозначно что бог услышал мой вопрос к нему где я найду этих верующих и он мне послал этот трактат я не знаю я не буду я не буду говорить что это ангел пришел или не ангел пришел или просто этот трактат упал на мою тумбочку но дело в том что я в 6 30 утра вышел в коридор госпиталя палаты была везде тишина и только я слышал маленькое и тихое похрапывание медсестры которые облокотившись на стол вот так вот спала на своем фронт-деске я подошел к ней толкнул ее за плечо и сказал сестренка это ты мне положила она сонными глазами посмотрела на и сказала старлей ты что 6 30 утра отделение закрыто сегодня суббота и никого нет иди ложись какой трактат о чем ты какая книжечка я посмотрел и увидел что посетите наше служение которое проходит воскресенье в 9 утра по такому-то адресу я решил во что бы то ни стало пойти туда после завтрака я увидел нянечку которая хранила одежду всех офицеров солдатские одежды хранились отдельно но офицеры офицерское обмундирование всегда хранилась у нянечки я подошел к ней сказал тетя катя как сейчас помню и звали катя можно мне взять мою форму мне нужно сбегать самоволку она ведь не 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 ты что меня поймают меня выгонят на что я сказал она посмотрела краткой по сторонам играет хорошо 5 рублей я говорю договорились я и вытащил 5 рублей дал она мне через час принесла мою форму рано утром когда и все еще спали воскресенье я переоделся открыл окно из своего из своей палаты в своем отделении выпрыгнул переверь перелез через забор и пошел как вы думаете куда я пошел по тому адресу который был указан вот на этом трактатике я пришел я чуть-чуть опоздал но я нашел это место я пришел собрание уже началось уже говорил проповедник я был форме форме старшего лейтенанта я пришел и сел в самом конце все разом на меня оглянулись потому что все подумали что какой-то проверяющий или кто-то из кгб а у нас были красные погоны пришел смотреть и проверять я сел и стал слушать проповедник проповедовал притчу о сеятеле я не знаю откуда я не знаю что произошло с моей душой во мне все перевернулось я боевой офицер сидел слушал проповедь и рыдал я плакал потому что каждое слово которое он говорил касалось моего сердца все эти годы 25 лет я ждал этих слов я ждал того кто сможет успокоить меня дать покой в сердце дать радость моей жизни но в один миг что-то подняла меня какая-то сила и выкинула меня на улицу я услышал голос ты посмотри что это такое ты посмотри какие они сидят все они как будто каменные это же секта ты куда попал это же сектанты я стал торопясь уходить в этот момент меня догнал тот самый проповедник он говорит старлей подожди я посмотрел на него он говорит ты куда я говорю я ухожу я говорю а что это у вас здесь секта он говорит нет это не секта это собрание это церковь евангельских христиан я говорю а что у вас нету икон нету никаких видимых знаков он говорит потому что все это идолы мы служим живому богу я говорю подожди у вас здесь нельзя курить выпивать он говорит мы этого не делаем нам нельзя нельзя говорить нельзя нам все можно мы этого не делаем потому что это все это грех верующий может делать все кроме греха мы свободны во всем для меня это было новое свободны во всем кроме греха но я все равно стал убегать торопясь но то что я там побывал не давало мне покоя и спустя месяц когда я приехал в отпуск по болезни домой в ташкент я поделился с этим со своей мамой я сказал мам ты знаешь я был в доме у бога я видел я слышал его голос она говорит скажи мне это были евангельские христиане я говорю да мама это были евангельские христиане это правильные христиане потому что я у них увидел знаешь что их жизнь она говорит надо найти их пока ты в отпуске здесь но бог делает свои пути знает свои пути на тот момент наш отец был начальником клуба ДОСАВ он был заслуженный тренер советского союза да упокоится душа его в ган-едеме он уже отошел в вечность примирившись с Ишо он был у него были спортсмены он тренировал мотокоманду по мотокроссу он выпустил 52 мастера спорта три чемпиона мира и два чемпиона Европы и вот среди гонщиков которые были у отца оказалось были те которые были верующие верующие евангельские верующие и они и дали папе адрес адрес евангельских христиан баптистов в Ташкенте это было конечно необыкновенно бог заговорил даже через нашего папу и в одно из воскресений это было 7 июня 1992 года мы пошли в воскресенье с мамой в собрание я не стал дожидаться что будет но как только я услышал призыв к покаянию я вышел вперед я был в форме я упал на колени и закричал отец прости меня это был крик той свободы которую я обрел спустя все эти годы это был стон тех дней жизни которые были без него я встретился с ним и с тех пор я самый счастливый человек на свете когда вышел пастор поднял меня и сказал это был как сейчас помню Владимир Аветисов он говорит брат он тебя простил и в этот момент какая то радость наполнила мое сердце в этот момент все самое тяжелое ушло из моей жизни в этот момент груз который не давал мне жить все эти годы упал с плеч я как будто обрел крылья как будто что то новое появилось в моем сердце в моем организме как будто какая то шестеренка вдруг заработала которая была ржавая ржавая и не давала ходу я почувствовал что такое свобода в моей жизни я когда вспоминаю этот момент все эти годы я всегда благодарю моего бога я ничего не имел в жизни она была скомканная и надломленная все годы все эти годы в армии постоянный грех отчуждение боязнь страх здесь я обрел свет мечты надежду веру веру и любовь я обрел это это не высокопарные слова это то что действительно дает и ишуа когда человек встречается с ним и с того момента я стал служить богу хотя я еще 4 года будучи верующим до 96 года я был в армии конечно встреча когда я приехал в армию уже после госпиталя и после этого отпуска в армии люди не могли понять что со мной произошло и первым которым я поделился этой новостью был родной брат который обнял меня и я ему сказал что со мной произошло конечно офицеры были огорчены что я уже не могу с ними сесть за стол за водку они были расстроены конечно что я с ними не иду играть в карты но жизнь продолжалась и я говорил а ишуа каждый день я продолжал свидетельствовать это было мое служение и брат мой Женя в конце июля тоже поехал в отпуск пришел в то же самое собрание и тоже в один из дней июля принял Господа и Спасителя в свое сердце возвращаясь к седьмому числу когда я покаялся седьмого числа когда я покаялся седьмого июня я услышал что в следующее воскресенье четырнадцатого июня должно произойти крещение я подошел к пастору и сказал а мне можно принимать крещение на что тот улыбнулся и сказал нет ты должен пройти еще специальные курсы курсы называется ишуа сказал идите научите чтобы твоя жизнь наладилась чтобы ты стал новым членом нашего общества верующих людей а у меня горело сердце и не давало мне покоя я говорю я хочу принять крещение он улыбнулся я говорю знаешь что у нас в четверг будет братский совет приходи приходи на этот совет и мы там поговорим насчет этого я пришел пришел на совет сидели многие братья пожилые старцы Александр Тимофеевич Пеньков посмотрел на меня и говорит вот ты хочешь принимать крещение а вот ты готов к этому а вдруг ты умрешь а если ты не примешь крещение ты будешь спасен или нет я не знаю откуда но в моем сердце и на моих устах появился ответ конечно меня же Бог простил он улыбнулся и говорит правильно а скажи мне а вот что такое церковь это колокола купола или что это я не знал правильного ответа но почему то в моем в моей голове появилось такое появился такой ответ но по-моему церковь это там где просто соединяются души души кто верит в единого Господа это и есть собрание это и есть церковь вот так именно я и ответил они переглянулись братья говорят мне кажется он готов и через неделю я 7 июня покаялся а 14 июня 92 года Бог позволил мне заключить с ним завет через тфелу через водное крещение и такой быстрый процесс становления верующим у меня был многие люди что-то еще ждут а я принял крещение очень быстро через неделю брат мой Евгений тоже принял крещение в сентябре 92 года и с того момента мы оба и я и он стали служить нашему Богу нашему Творцу через год я уехал в Соединенные Штаты Америки Бог подарил мне прекрасную жену детей я уехал в Америку и стал там трудиться на Ниве Божьей как проповедник как служитель я был руководителем молодежи и однажды это был 98 год ко мне подошел один брат и сказал Борис ты же еврей и хочется вернуться назад когда я стал верующим когда я стал читать Писание и углубляться я понял что Божий народ chosen people избран это евреи и в моем сердце появилась такая огромная радость и я сказал мама я теперь не боюсь говорить что я еврей это была необыкновенная радость моего сердца и я всем стал говорить что я еврей и вот тогда в 98 когда подошел ко мне один брат говорит Борис ты еврей я говорю да а ты не хотел бы поделиться своим свидетельством со своими братьями с такими же евреями как ты я сказал с удовольствием конечно я очень хочу это сделать и он меня пригласил на телестудию где я стал говорить о Ишу тогда я называл его еще Иисус я его называл по тому именю с которым он встретился мне но углубляясь все дальше и дальше изучая и слушая передачи читая газеты читая Минару такой маленький журнал выходил я вдруг стал задумываться и ежемесячно мы стали выпускать с Сергеем Дубягой с моим другом который тоже сегодня трудится в мессианской общине там в Сакраменто передачу для еврейского народа слушай Израиль эти передачи транслировались по Сан-Франциско из Сакраменто в Сан-Бернардино и многие евреи слышали их и знают эти передачи и в 2001 году меня пригласили на конференцию которая проходила в Денвере в штате Колорадо это была первая мессианская конференция в моей жизни и в этот же момент приехала группа новое вино с моим братом во главе их тоже пригласили на эту конференцию где они выступали и мы вместе поехали на эту конференцию и вот там я уже встретился с мессианскими служителями которые были будем говорить столпами в этом служении это был Егор Железный Клавдия Железная Борис Голдин после служения одного из конференций из одного из семинаров Борис Голдин подошел ко мне и говорит Борис вот вы с братом трудитесь вы проповедуете Евангелие вам нужно это делать среди своего народа потому что в нашем движении людей много а служителей не хватает это перевернуло мою жизнь потому что я твердо решил что возвращаясь в Сакраменто я начну трудиться на этом поле деятельности и всю дорогу пока мы ехали я молился и говорил Господь помоги открой открой мне эту дверь если ты сделал этот шаг в моей жизни открой эту дверь для меня чтобы я мог нести это служение когда я приехал в Сакраменто организовалась община шалом для Исраэль во главе с Сергеем Дубягой с Николаем Крамаренко с Сашей Адамовым и я был вместе с ними мы начали трудиться начали проповедовать и начали собираться и собираться уже не в воскресенье а на шаббат к нам стали приезжать такие служителя как Михаил Цин как Владимир Пикман как Егор Железный Борис Голдин мы начали трудиться в этом направлении и с каждым разом все глубже и глубже глубже и глубже я опускался в эту реку которая все больше и больше как написано в книге пророка Исаии уносила меня она затягивала меня я понимал что другого пути у меня нет и в один из прекрасных дней я сказал своей супруге Галинка я ухожу из церкви потому что я мне приходилось разделяться в своем служении я это делал в субботу я ходил к себе на служение а в воскресенье чтобы не обидеть супругу я ходил с ней а тут мне пришлось сказать ей об этом я чувствовал что будет неприятный разговор и он состоялся где она сказала а почему какая разница неужели ты не можешь это делать так как мы делали я сказал я не могу лицемерить потому что я чувствую что это неправильно потому что я учу людей проповедую и говорю что бог дал для еврейского народа шаббат это для еврейского народа это не обязательно делать всем людям из других колен и народов им этого не нужно но для меня для еврея это очень важно и я должен ходить в субботу потому что шаббат бог дал для меня а так как я являюсь частью моего народа я должен соблюдать шаббат я хочу соблюдать шаббат я стремлюсь соблюдать шаббат и я буду это делать в своем доме она мне сказала что бы ни было пусть будет по твоему и уважая мои традиции и уважая мои правила может быть некоторые будут смеяться может некоторые будут как-то так предвзято относиться но даже нижнюю часть холодильника я просто приготовил для себя где была моя пища где были мои продукты где были мои кошерные продукты потому что я решил полностью посвятить себя этой жизни потому что я понял что это неправильно ходить в мессианскую общину жить еврейской жизнью и при этом есть некошерный продукт я вспомнил что в нашем доме когда мы жили с родителями никогда в жизни не покупали свинину никогда в жизни не покупали ничего того что было связано с Трифным я вспомнил слово Трифное которое тоже в детстве говорилось в нашем доме я вспомнил Идыш на котором говорили наши родители бабушки и дедушки и что интересно когда они ссорились друг с другом ну как обычно во всех семьях бывает они переходили на Идыш чтобы не понимали дети я все это вспомнил я вспомнил большой сундук который стоял у бабушки в доме я спрашивал что там она смеялась и говорила это подарки на Пасху и только потом я понял что там была посуда которую на Песах наша бабушка всегда вытаскивала я вспомнил все это я вспомнил все это интересно что Бог как-то сразу моментом дал это вспомнить я вспомнил слова молитвы которые произносили которые она произносила барухата Адунай когда она молилась наша бабушка и я увидел в своей голове тот номер который был на ее руке и когда я спросил я помню в детстве мы ее спросили бабушка что это на что она говорила а по этому номеру я хожу в магазин и покупаю конфетки только спустя годы я стал понимать что это тот номер который ей подарили вас свенцами в котором она и тетя Циля выжили да это была жизнь это была еврейская жизнь моих родственников теперь я вспомнил и понял почему нам с братом дали имена мне Борух а ему Йонатан потому что этими именами папа в свое время знал что это были его дяди Йонатан и Борух которые погибли во вторую мировую войну во свенцами а так назвали Боря и Жень я все это вспомнил недаром Равины говорят что еврейство оно в крови и однажды эта кровь начинает бурлить так что достает до самого сердца и тогда твоя жизнь становится полной вот эту полную жизнь я ее обрел с радостью я и узнал то что мой брат Женя также в Иборге где он жил на тот момент открыл общину с Божьей помощью которую назвал Бейт Хаверин в которой по сей день происходит служение где он также несет служение лидера и Равина а мы продолжали служение в сакрамент и чем дальше шли наши служения мы понимали что жить иудея христианской жизнью не получится здесь должен быть один шаг либо иудейство либо христианство второго не дано средней жизни быть не может и мы стали двигаться мы двигались столько сколько можно было и сколько было и сил мы продвигались я познакомился с такими братьями которые сегодня трудятся с Петром Широковым который помог в нашу общину приобрести Тора это был еще один шаг в моей жизни шаг в становлении иудаизма шаг изучения иврита и когда сегодня я будучи на земле Израиля слышу иврит я понимаю насколько я мало знаю но я знаю что это еще одна открытая дверь в моем служении пред Богом что это еще один шаг который одна ступень которую мне нужно взять на которую мне нужно встать еще одна ступень которую нужно преодолеть для чего? для того чтобы делиться своей верой в моего спасителя Иешу верой того кто подарил мне эту свободу свободу в нем и сегодня когда мы сталкиваемся со многими проблемами в наших синагогах а тем более в синагогах где есть люди неевреи вопросы часто задают одни и те же и очень похожие что делать нееврею который приходит в мессианскую общину мне бы хотелось сказать ничего если нееврей приходит в мессианскую общину и хочет стать частью этой общины слава Богу если нет он ничего не обязан делать потому что для них на них ничего не распространяется потому что у Бога есть два народа евреи и неевреи и каждый в своем служении прославляет Иешуа и каждый в своем деятельности в своей жизни может делать то что он должен делать своим служением своими какими-то дарами которые Бог подарил ему потому что все мы разные и у каждого есть свой шаг и сегодня я и в 2005 году когда брат Борис Голдин приехал к нам в общину он собрал всех наших братьев и это была как раз таки конференция он сказал я хочу предложить чтобы брат Борух мог нести служение в общине как лидер общине и я хочу помолиться и благословить его на это служение на что все братья единогласно согласились и Борис Голдин благословил меня помолился взяли налили в шафар масло оливково помазали меня на служение это был первый шаг в становлении раввинов первый шаг тогда когда я почувствовал что я должен быть лидером лидером который должен нести служение в нашей общине таков мой путь таково становление с тех пор я следую за Господом с тех пор я тружусь на его Ниве и с тех пор я проповедую Евангелие во-первых иудеев во-вторых во-вторых Елена и я благодарен еще раз хочу через передачу поблагодарить во-первых хочу поблагодарить Михаила Цина то что он помог мне наконец-таки побывать на земле Израиль о чем я всегда долго мечтал я благодарю Майкла за эту помощь что он оказал мне я благодарю руководителя и раввина этой общины Леона Мазина что я здесь получил приглашение быть на в этой телестудии и участвовать в программе оазис благодарю самое главное больше всего благодарю Хашема который однажды нашел меня и моего брата в этой жизни и он ведет меня и я благодарю ему благодарю его что он хранит оберегает и открывает новые и новые двери в моем становлении становлении быть полноправным иудеем тем которым были мои отцы и прадеды и деды пусть Хашем благословит всех вас шалам миссианский центр возвращенные на Сион из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о миссианстве Иешуа а также передать свежее послание из Сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis-media.tv